Топоры, костюм героя звёздных войн и маска в одной из школ Швеции. Преступник зарубил ребёнка и преподавателя. Несколько детей тяжело ранены. Чтобы спасти остальных школьников и учителей, полиция начала стрелять на поражение. Подробности материал Дмитрия Малшева. Всё, как и говорили перепуганные дети. Высокий в чёрной каске, чёрных плащей и ботинках. На лице маска. Как ни в чём не бывало, убийца обнимает одного из учеников рядовой муниципальной школы. Пугающее фото сейчас тиражирует местная пресса. Сначала-то мы думали, что это шутка перед Хэллоуином. Один из моих друзей даже пошёл с ним фотографироваться. Я чуть сознание не потерял от страха, когда мы поняли, что он стал всерьёз бить друга ножом. Мы разбежались. А преступник явно не раз всё обдумавший двинулся вглубь школы. Истошных криков он не слышал. В ушах громко играла музыка. Следователи говорят, что восстановили передвижение по следам крови, которое оставлял за собой убийца. В его поступках была система. В здании он шёл от класса к классу, стучался. Когда ученик открывал дверь, убийца начинал наносить удары оружием, похожим на нож, без разговоров. Это произошло в двух разных местах. В одном случае раненый ученик скончался на месте. То, что в полиции до сих пор называют оружие, похожее на нож, всё-таки больше похоже на полноценный меч. К слову, тоже чёрный. Кроме того, за поясом у нападавшего висели два топора. Большой и маленький. Медики подтвердили. Серьёзно, каждое ранение. К нам поступили четыре пациента. Мальчик 12 лет. Ножевые ранения в грудь и печень. Состояние нестабильное. Операция продолжается. 15-летний юноша с ранениями в левой части брюшной полости. Прооперированный сейчас на интенсивной терапии. Взрослый мужчина. Ситуация сложная. Проникающая рана с серьёзным повреждением внутренности и обильным кровотечением. Временно неоперабельный. В четвёртого стреляли. В грудь. Он в хирургии. Пока главврач окружной больницы был на коротком брифинге, один из учеников скончался. Вслед за ним умер и убийца. Судя по всему, полицейские предотвратили настоящую бойню. Ведь на вызов патруль ехал всего пять минут. За это время человек с мечом и двумя топорами успел убить одного из преподавателей. Мы проводим обыски в разных местах. И уже получили несколько интересных результатов. Но сообщать какие-либо детали пока рано. Полиция знает нападавшего, но личность не раскрывает. Знает, что одиночка, но с рассуждениями о мотивах не спешат. При этом местные газеты уже называют имя. Антон Луин Петерсон. Правый радикал. Любил Адольфа Гитлера и нацистскую Германию. А также симпатизировал движению в поддержку прекращения миграции в Швецию. Люди из его окружения описывают юношу как скрытного, но приятного молодого человека. Произошедшее называют актом мести, наводнившим страну беженцам. Ведь их дети учатся в этой школе. К слову, приезжих там девять из десяти. Я видела его глаза. Очень голубые, яркие. Мне кажется, что это были контактные линзы. При этом он сам был буквально окутан черной одеждой. Учебное заведение действительно находится в районе компактного проживания мигрантов. Как написано в отчете инспекции по делам школ, преподаватели не чувствуют себя спокойно, когда разрешают ученикам выходить на перемену. Несколько часов назад там побывал премьер-министр Швеции. Королевство, которое впервые столкнулось с подобной жестокостью. Стоит отметить, что Стефан Лёвен был вынужден прервать работу по преодолению кризиса с беженцами. Дмитрий Малышев, Игорь Агафонов, Первый канал.